50 лет на службе здоровья санаторий Мотылёк Ни одна здравница Анапы не имеет такой древней и насыщенной истории. 25 веков назад на месте, где расположен санаторий Мотылёк, находился древнегреческий город Гаргипия. История санатория ведет отсчет с начала XIX века с приходом в Анапу русских войск. В бывшей турецкой казарме обосновался женский православный монастырь. На территории нынешнего санатория к 1837 году был построен морской военный госпиталь, который по историческим сведениям посещал лично государь-император Николай I. В годы Гражданской войны в здании размещался штаб Красной Армии, а позднее, в 1932 году, был открыт санаторий «Красная звезда» для оздоровления военнослужащих. Во время Великой Отечественной войны здание было полностью разрушено. Новая история санатория берет начало в 1965 году, когда на старых фундаментах лишь они, уцелели после войны, построили детскую дачу одного из ведущих оборонных предприятий страны, который в дальнейшем был преобразован в научно-исследовательский электромеханический институт. В Большой советской энциклопедии фотография мотылька представляла Анапу. Название санатория сохранено и по сей день, как дань истории, как символ бережного отношения к традициям. Современный мотылёк – это здравница на 220 комфортабельных мест, слава о специалистах которой лечебной базе и уровне сервиса разлетелась по всем уголкам России. Глядя сегодня на утопающую в зелени территорию и стройные корпуса санатория, сложно представить, что 20 лет назад на этом месте фактически были руины. Это произошло в нелёгкие для всей России девяностые. Тогда многие предприятия не пережили кризиса. Тяжёлые времена настали и для мотылька. В прошлом – цветущая, востребованная здравница, расположенная в самом центре Анапы рядом с морем, пришла в упадок. Из-за отсутствия финансирования и снижения потока отдыхающих не было возможности для содержания территории корпусов. Тогда даже косметический ремонт казался чем-то недосягаемым. Положение мотылька, который тогда был пансионатом, становилось критическим. В 1994 году молодой директор Владимир Константинович Симонов решил с коллективом изменить ситуацию в корне. Несмотря на финансовые трудности, не считаясь погодой и временем, коллектив приступил к восстановлению предприятия. Всё делали своими силами. Работали на бетономешалке, плотничали, занимались земляными и малярными работами. Женщины трудились наравне с мужчинами. Благоустроили в год несколько номеров, затем столовую, отремонтировали корпус. Каждый год коллектив, набирая темпы, шёл вперёд. Постепенно, до 2000 года, пансионат был восстановлен и приобрёл своё современное лицо. В 2002 году мотыльку был присвоен статус санатория. Введён в эксплуатацию новый лечебный корпус, который стал украшением центральной площади курортной Анапы. Мне очень легко работать в этом санатории по одной простой причине. Несмотря что приходится выживать в это время экономического спада. Но у нас самое главное – это хороший коллектив. Коллектив, которому можно доверять. Коллектив, который проработал со мной уже многие до 20 лет. Каждый год в истории санатория – это постоянный поиск и его развитие. Особое внимание уделяется совершенствованию лечебно-диагностической базы. Лечебное отделение санатория «Мотылёк» сочетает в себе как самые современные высокотехнологичные методы медицинской реабилитации на курорте, так и хорошо зарекомендовавшие себя методы курортологии, физиотерапии и нетрадиционной медицины. Наши пациенты обычно приезжают с багажом заболеваний. То есть не одно заболевание, а несколько. И мы, естественно, используем традиционное курортное лечение и современные методики. Это получается, что очень хороший, великолепный результат достигаем. Самое главное – мы стараемся двигаться вперед много со временем. И поэтому это необходимо развиваться и использовать новые методики, методологии. Впервые в Анапе мы применили радоновые. Радоновые аппликации, радоновые ванны. То есть до нас этими методами никто не пользовался. Как-то считалось, что в Анапе радона нет. Кроме этого, мы еще используем и гематопунктуру, гемотерапию. То есть метод вообще только у нас используется. Это идет лечение, в общем-то, клеточной технологии. Лечение заболевания системные. Заболевания в основном с иммунными системами. То есть улучшение иммунитета. Поэтому при улучшении иммунитета идет восстановление всех органов систем. Новейшее оборудование позволяет эффективно лечить целый спектр заболеваний всех систем организма. Целый ряд процедур – это эксклюзивные методики, которые в Анапе применяют только в санатории «Мотылек». У нас, в принципе, сейчас на сегодняшний день планы грандиозные по реконструкции санатория. В первую голову в этом году мы к весне 2016 года хотим сделать, конечно, обновить оставшийся номерной фонд. Это у нас где-то порядка еще 15 номеров и плюс. Мы хотели бы очень сделать два бассейна – детский и взрослый. У нас для этого есть место. Сейчас мы ведем проработки, переговоры по финансированию. Я думаю, у нас это получится. Это как бы первый этап. Второй этап – мы планируем построить новую столовую, которая будет включать в себя несколько залов. Ресторан, столовую, кафе, шведский стол, заказное меню. В общем, все это мы предусмотрим. И третий момент – мы хотим построить два корпуса. Один из них – жилой корпус на месте старого административного. Это будет высокого уровня номерной фонд. И второе – наша мечта, мечта нашего коллектива – это построить диагностический центр со СПА-комплексом. Но это как бы уже чуть дальние перспективы. Я думаю, они будут осуществлены. Можно с уверенностью сказать, в этом курортном оздоровительном учреждении прилагают максимум усилий для того, чтобы у каждого, кто хотя бы раз побывал здесь, остались только самые приятные воспоминания и чтобы сюда хотелось возвращаться снова и снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова